друзья всем здравствуйте сегодня про абьюз абьюзер кто это это мягкий тиран это мягкое насилие домашнее насилие эмоциональное насилие как еще в основном вот именно так формулируют те кто от этого пострадал или каким-то другим причинам достаточно хорошо ориентируется в теме очень опасный человек абьюзером может быть наш супруг наш брат или сестра наши родители наш коллега наш начальник некоторые люди годами десятилетиями живут сосуществуют с абьюзером они находятся в полной эмоциональной зависимости от него они делают так как он попросит так как он им скажет то есть это люди которые может быть даже потеряли себя при том что они в душе в сущности своей до самодостаточный целостные но настолько благодаря умелым манипулятивным действием вот этого эмоционального тирана они уже забыли потеряли себя что им кажется что вот та реальность который у них есть это действительная возможная реальность который только может быть первое на что стоит обратить внимание это честно себе признаться что абьюз есть в вашей жизни что он имеет место быть потому что когда говорится знаешь врага в лицо когда ты понимаешь что это за категория через что на тебя осуществляется воздействие так тебе но проще как-то уже с этим справиться и ориентироваться какой абьюзер вот основные признаки он самый первый даже такой приятный на первых этапах он незаметно втирается к вам доверие вам кажется что это уникальный человек который знает о вас все что этот человек который как-то по особому к вам расположен что только он сможет вас понять и пока вы находитесь на вот это вот позитивный волне случается что-то плохое он делает вам очень больно но вы уже не можете соскочить и вы живете вот этим вот ощущением что он вам нужен он какой-то уникальный и особенный следующий признак в отношениях с ним вы реально чувствуете свою неполноценность он прекрасный профессиональный умный сильный красивый состоявшийся а вы вот какой-то или какая-то не такая корявенькая глупенькая страшненькая неумеха слабый человек не можете постоять за себя и так далее он при любом удобном случае там вербально невербально какими словами жестами так далее вам об этом напоминает что вы какая-то не такая и он из великодушия вас пригрел вас терпит вы и так далее следующее он вас жестко контролирует это и физический контроль то есть ему важно знать каждую минуту буквально где вы находитесь куда вы собрались почему вы с ним не посоветовались и может важно знать что творится в вашей голове ваши мысли планы а разрешал ли он вам вообще это хотите об этом думать первоначально люди воспринимают вот этот вот контроль как некую такую заботу особенно если о девушке например да никогда раньше собственно никто не заботился на выросла в неполной семье и вдруг она вот эти вот дети воспринимают как боже мой кто-то меня оценил по достоинству кому-то я нужна кому-то не все равно но очень быстро вам сжимают горло и вам становится тяжело дышать забота и тотальный контроль это очень разные вещи следующий признак он вами манипулирует что такое манипуляция это воздействие через эмоции вам кажется что вы это делаете потому что вы сами так решили для вас это важно на самом деле он просто умело вывел вас на какую-то эмоцию поэтому если он периодически вас раскачивает обращается к чувству вины жалости там к чувству долга на злость вас провоцирует и так далее значит помните это в чистом виде манипуляция следующее он вас много критикуют критика разная жесткая и мягкая прямая и завуалированная наедине и при всех вы всегда плохой вы всегда не такой вас вообще нет ничего хорошего ваше достижение там что-то положительные вашей жизни она обесценивается сразу приобретает статус чего-то такого второстепенного и постоянно упор только на то какой вы плохой и вы вынуждены оправдываться вы вынуждены ну вроде как снова воспринимать его великодушную помощь следующее это нарушение ваших личных границ ему все равно на ваши личные границы ему все равно на ваши правила на то что вам важно и не важно он может сделать все что угодно и при этом не испытывать каких-то мук совести чувства вины он там как может копаться в ваших вещах он может запретить вам общаться с какими-то друзьями или близкими людьми он может навязать вам какие-то ценности то есть у вас вы постепенно начинаете это осознавать у вас нет ничего своего там какого-то любимого дела каких-то людей на которых вы можете положить даже своих взглядов ценности позиции но он этого и добиваться следующее он достаточно категоричный он не меняет свое мнение ему все равно на вашу аргументацию на вашу мотивацию на ваши какие-то сомнения и так далее на то что вы может быть там что-то пытаетесь оспорить и есть его точка зрения и она единственное правило не забываем абьюзер он же тиран то есть вот она тирани и следующее опасно тоже очень критерий признак вы понимаете что этот человек он стал для вас всем то есть без него вам очень сложно как-то планировать свою жизнь вам сложно но как-то с чем-то определиться возможно он контролирует все ваши финансовые документы возможно вы зависите от него в плане карьеры жилья и так далее и так далее конечно это опасная позиция если вы взрослый человек вы хотите более-менее спокойной жизни и проживать жизнь которую именно вы для себя видите как приемлемо конечно вам нужно либо избавляться от такого партнера руководителя и так далее либо выстраивать очень четкие рамки и границы и добиваться того чтобы рано или поздно пришел к тому что он их будет соблюдать конечно на тему выхода из отношений с абьюзером на тему там как правильно себя с ним вести нужно снимать отдельные видео и обязательно себя на канале я его сниму здесь я хочу просто несколько принципов проговорить что важно когда вы поняли что вы находитесь в отношениях с абьюзер первое самое главное важно избавиться от внутреннего страха от внутреннего страха что без него вы никто что вы не можете каким-то причинам там возразить сказать нет и как-то это оспорить вот когда вы мысленно там разные методы себя убедите поймете что есть какая-то другая жизнь вот тогда вы сможете действительно адекватно ему давать отпор вот этот внутренний сила внутренний стержень чувствуется следующее не бойтесь перехватывать инициативу он вам дает задание он вас критикует он на вас что-то там навешивает вы перехватываете инициативу критикуйте его давайте задание ему обвинять его все что угодно такому человеку надо давать отпор особенно на определенных этапах когда вы понимаете что он перегибает по следующее очень полезно просто игнорировать какие-то его эмоциональные выпады какие-то привычные сценарии на которые вы например раньше заводились или вы раньше делали так как там хотелось бы ему по его а вы просто игнорируете просто не замечаете очень важно контролировать собственные эмоции то есть когда вы понимаете что сейчас вы заведетесь он вас раскачал что вы на эмоциях можете там что-то такое сделать вы прежде всего для себя осознайте что это всего лишь эмоция это как и в ситуации с любой манипуляции когда вы осознали что вами сейчас руководить какая-то эмоция то достаточно там на какой-то короткий промежуток время хотя бы успокоиться промолчать чтобы на пике вот этой эмоции не сделать то о чем возможно потом пожалеете и следующее что важно очень важно уметь говорить нет и уметь говорить стоп я об этом не хочу разговаривать я не готов сейчас это обсуждать у нас с тобой силы неравны мы не будем про это говорить это не то место не то время и так далее то есть пресекайте теми средствами инструментами которые вам доступны вообще тема абьюза она очень сложная и если вот вам кажется что что-то не так у вас этой сферы в жизни значит вам скорее всего не кажется на действительно либо такой человек либо проявление какие-то страны такой человек они имеют место в вашей жизни не игнорируйте это работайте над этим если сложно вам как правило людям которые особенно очень долго живут в состоянии вот вот этой вот некой угнетенности вот этим тирана конечно им сложно вот начать от всего избавиться здесь нужна помощь психолога приходите ко мне на онлайн консультации по этому вопросу по другим вопросам обязательно с вами разберемся и вам с первых же встреч станет легче станет понятнее все контакты у меня внизу под видео друзья я желаю вам здоровых конструктивных отношений если остались вопросы по абьюзу есть вещи которые хотите обсудить пишите внизу их в комментариях буду очень рада на них ответить и как-то еще вам помочь всем до новых встреч спасибо